Сталинградская битва, как переломный момент Великой Отечественной войны и величайший подвиг советских солдат навсегда останется в памяти и сердцах людей. В 80-е годовщине победоносного сражения в эти дни посвящены множеству мероприятий. Одно из них прошло во Дворце Творчества и Молодежи. И мы с вами, как молодое поколение, как граждане своей страны, должны помнить историю, знать ее, помнить подвиг героев, благодаря которым сегодня мы с вами живем под мирным небом. На мероприятии работало несколько интерактивных площадок. Выставка детского рисунка «Говорящая картина», мастер-класс по сборке-разборке оружия, виртуальный музей, выставка технического творчества, интерактивная выставка книг. Прошел показ военной мелодрамы «Африка» о жизни семьи во времена Великой Отечественной войны. На концерте участники детских творческих объединений показали литературные и хореографические композиции. Среди них и участники регионального этапа театрального приволжья, студия «Мариинка». Ребята показали сцену из боя, отрывы к спектакля «Мы из будущего», который был представлен на фестивале. То, что мы воплостили на сцене, это, в принципе, моя самостоятельная работа. Он написал этот сценарий, и мы его показывали на конкурсе «Театральное приволжье». Сценарий спектакля «Мы из будущего» написан по одноименному фильму Андрея Малюкова о путешествии во время Великой Отечественной войны наших современников. Один из участников спектакля «Владислав Першин» победил в номинации «Лучший актер» на региональном этапе театрального приволжья. Владислав сыграл в спектакле сразу две роли – военкома из настоящего времени и старшину из прошлого. Заниматься театром старшеклассник начал только в этом учебном году ради интереса, поэтому награда стала для него приятным сюрпризом. Было неожиданно, что я победил в номинации «Лучший роль в области». Я думал, что многие участники нашего коллектива тоже достойны этой номинации. Окружной фестиваль детских и молодежных коллективов «Театральное приволжье» проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ ПФО Игоря Комарова. Напомним, что 27 марта в Ижевске во Всемирный день театра будут названы имена лауреатов театрального приволжья. В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона.